Тариф У меня недавно спросили, я ответил, а какой обоснованный тариф? Я говорю, знаете, маршрутки наши, то явление, которое мы привыкли называть маршрутками, это как наркоманы, им сколько они дают, им все время мало будет, им все время будет просить дозу. На самом деле нам необходимо полностью кардинально менять подход к организации общественного транспорта в городе. То есть это электронный билет вводить, это реорганизацию вообще всей маршрутной сети в городе нужно делать и как апогеем этого всего дела, это перехода от количественного показателя работы перевозчиков к качественным. О чем я говорю сейчас, водители гонятся за деньгами, каждый пассажир это его деньги, а нам необходимо, когда город будет платить перевозчикам за качественную работу автобусы по расписанию, автобусы по маршруту, автобусы прогнозируемые и качественные, естественно, и за это город должен будет платить. Водителю не имеет значения сколько он перевезет, 10, 20, 50 пассажиров у него в салоне, без разницы, он должен ехать по графику. И тогда, вот тогда у нас будет порядок, а до этого это все будет латание дыр. На самом деле и 15 гривен мы поставим, тоже модернизации не будет. На самом деле для того, чтобы провести модернизацию, как мы видим там в Европу мы приехали, да в ту же Турцию мы приехали, мы увидели, что там все происходит по-другому. Там есть единый муниципальный оператор электронного билета, это город, и город решает, что сегодня ему есть смысл делать бесплатный проезд. К примеру, да, как мы можем посмотреть там тот же Вильнюс, да, когда сделали бесплатный проезд. Им экономически выгодно было сделать бесплатный проезд для жителей города. А может быть 5 гривен, может быть 10, я не знаю какая сейчас сумма и насколько городу будет выгодно. Ну, как пример мы видим, как работает город Электротранс. Гор Электротранс очень глубоко датируемое предприятие. Да, люди платят за проезд, да, там какие-то деньги поступают в бюджет предприятия, но основная масса денег, которые необходимы для поддержания транспортной системы электротранспортной в городе Одессе, она датируется из города. Точно так же, как в принципе любая транспортная система в современных городах, она датируется городами непосредственно. Это не должно ложиться 100% на плечи жителей.